Всем привет! С вами снова я. Сейчас в нашем мире и в нашей стране в частности довольно много тревожных новостей. Но несмотря на это мы решили все-таки отвлечься и продолжать посещать то прекрасное, что нас окружает. И сегодня мы отправляемся в древнейшее болото Ельня, одно из самых прекрасных мест нашей страны. Посетим также Полоцк и еще несколько крутых локаций. Переночуем в очень крутой усадьбе на берегу озера. О том, как собраться вглубь болот, я расскажу чуть позже. А пока дорогу. Это Макс, мой друг, фотограф и инстаблогер. Ты не будешь, ни слова не произнесешь сегодня. С Наташей и Ксюшей вы уже познакомились в первом выпуске. Алоха. Нардишки брать все. А это Влад. Не надо. Влад мой брат. Здорово, брат. Ну что, господа, готовы? Да. Развигаемся наконец-то. Это не для камер мальчик. Мы сейчас заехали по пути в Березинский биосферный заповедник. И вам не передать словами, какой здесь чистый воздух, крутой. Воздух можно ложкой есть, наверное. Добавил субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы приехали в деревню Селища, которая славится вот этим вот невероятно красивым заброшенным костелом Святой Вероники. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Собору почти 300 лет и на мой взгляд мне кажется, что такие соборы нельзя восстанавливать до того же вида, в котором он находился раньше, потому что, ну, есть свой шарм в том, что он какое-то время стоял заброшенный, мне кажется, его нужно правильно законсервировать и тогда это все будет выглядеть еще круче. Привет! Что это такое? Едем кормиться дальше. Гоним дальше? Поехали! Вот так вот. Вот. Мы нашли место для пикника. Сегодня какой-то нереальный день совпадений. В деревне Селище, в которой находился костел, также некоторое время жил писатель Василь Быков. А сейчас для пикника мы приехали, случайно вообще по карте нашли какое-то озеро. И оказалось, что это озеро долгое, самое глубокое озеро Беларуси. Поэтому мы очень по адресу приехали. Ну что, едем дальше? Едем дальше. Ура! Час дороги, и мы в Полоцке. Наверное, в самом великом городе Беларуси в прошлом. Здесь можешь желание загадать. Сейчас мы находимся на замковой горе, где находится Софийский собор. Также здесь очень много музеев на ниже Покровской улице. И там много кафе, поэтому после замковой горы можно пройтись прямиком по этой улочке. И там будет чем заняться. Напротив замковой горы через реку есть очень прикольный парк, где можно устроить пикник. В общем, мы прибыли в место нашего дислоцирования на ночь сегодняшнюю. Ночуем мы сегодня в агроусадьбе Мурашки, в деревне Мурашки. И здесь нереально красиво. Музыка 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 Продолжение следует... Продолжение следует... У вас будет такая возможность, я оставлю координаты этой локации, и вы обязательно там побываете. Продолжение следует... Доброе утро! Сейчас почти 7 утра, и мы решили покататься на лодке. Продолжение следует... Мы приехали в Ельню, собрали вещи, одели сапоги, сейчас выдвигаемся к самим болотам. Это наш гид, Галина. В 20 лет я уже хожу по болотам, но годы, что женщины, наверное, не спрашивают. 18, но я не знаю, как вам договориться. Будем говорить так. А именно по болотам группы, да, я уже второй год хожу, вожу. Ну что, выдвигаемся? Тогда выдвигаемся. Для тех, кто не собирается вглубь болот идти, здесь есть эко-тропа. Она небольшая, но она из досок, и можно просто в обычной обуви прогуляться. Для похода по болотам вам понадобится головной убор, комфортная одежда, дождевик, легкий рюкзак и обязательно сапоги. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши лошади, да? Да, ваши лошади. Наш гужевой транспорт, палочки. Конечно, это гужевой транспорт, можете так и обладать. Мы выдвинулись в само болото, спустились с эко-тропы, идем сейчас по мягкой земле. И сразу с первых шагов чувствуется, что это необычная земля, поэтому для этого здесь эти сапоги-то и нужны. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь растет клюква, здесь очень много клюквы. Вкусно? Она как семечка, хрумкает. Опа, я чуть не пошла. То есть болотную воду вот здесь можно пить, в озерах. Это трясина. Субтитры создавал DimaTorzok Мы уже идем несколько часов, часа четыре, наверное. Так, изрядно ноги устают. Мы выбрали самый короткий маршрут. Также здесь есть возможность двухдневного тура. Здесь придется вам походить хорошенечко, чтобы все увидеть самое красивое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, вот тоже я хотела. Сейчас у меня два сына, они живут в Минске. Ну, потом вот окончила техникум, окончила. Я пыталась зацепиться в Минске, но все равно что-то не пошло. Я не скажу, что я плохо себя в городе чувствую. Я этого не скажу, нет. Я очень даже хорошо, неплохо себя чувствую. А потом зацепилась за болото. Вот после вот... Ну, просто приехала, работала здесь. Все это... Болото, природу я любила изначально. Лес это было в моем... Наверное, даже мой дядя, он заложил мне. Я маленькая, до 6 лет. Жила на хуторе. Как я называю, теперь меня в ссылку отправили. Вот до 6 лет. Там лес был, все вот тут хутор, что я вам говорила. Деревянный дом, соломянная крыша. Я это еще помню. Жорные эти все. Даже один момент помню, но, конечно, смутно. Уже лет много прошло. Лампа была керосиновая, света не было. Понимаете, это очень здорово. И оно осталось, вот, природа, это все. Я здесь себя своей чувствую просто. Ну, вот я живу этим, и как-то оно так. Ну, наверное, говорится, как? Где народился, там пригодился. Видимо, так. Вот в моем случае получается, что я не пошла после того наркоза куда-то, как я вот девочкам говорила, если бы заняла я чье-то место. Ну, может, кто-то был сейчас большим начальником, занимал бы свое место и был такой вот важный. Вот, но это было не мое финансовое, нет, это не мое. Вот сейчас я, вот понимаете, что? Я хожу болотом, я где-то делаю игрушки, я где-то что-то показываю людям, я показываю костел, я показываю вот это все, и, ну, наверное, так. Ну, может, кто-то удивился, ну, а как цивилизация и так далее, удобство и прочее. В принципе, это все можно сделать здесь. Ну, я как-то не струнусь. Вот оно, я даже вот не знаю, я, наверное, вот много читала, вы говорите, вот сказочный лес и прочее, я росла в свое время на книгу. Ну, в городе такой сказки нет, правда? И реально нет. Вот вы сейчас сидите, все такие задумчивые, сказки России, тогда ждете, здесь красота. Вы приедете домой, у вас что? Пятажки? Не, ну, оно тоже красивое, есть что-то смотреть, я понимаю. Ну, это же живая природа. Вот тоже сказками, тоже, тоже вот этими. Наверное, вот в эту профессию я пришла тоже, наверное, из-за этого. Я поначалу просто бегала по болоту, собирала клюкву, приезжали ко мне знакомые. Была мечта, да, агроусадьба, мне уже давно это хотелось. Я и бизнес-план составила, все это у меня было. Ну, вы сомневаетесь? Я думаю, нет. Хочется сделать, чтобы вы тоже вот приехали именно, даже не в том ключе, что вы приехали, заночевали, баньку вам истопили, драниками накормили, вы спать ушли. А я хочу в том ключе, чтобы вы приехали и пожили хотя бы вот один вечер именно той жизнью, как жили наши предки. Печка старая русская, шугунок, оно же здорово, потрескивает огонь, это все красиво. Вот это хочется тоже сделать. Получится, не знаю. Но как это говорят в народе? Вопрос, сколько отмерено нам. Ну, как мне говорят, Галина, вы проживете до 100 лет. Говорю, а 200 как? Легко. Да, ну, пока говорят 100. Вот, а вы представляете, вы приходите, вам еда дают, такая бабка выбегает, и пошли вы по болоту. Ну, по приколу оно так получается. Вы нас так умотали сегодня, сами бодренько. А вот, ну, я же еще себя бабка не чувствую. Мне же 18. Вы понимаете, вот я вот потому вас и тоскала по болоту. Надо же вам как-то доказать, что я даже младше, чем вы. Мы передохнули, с новыми силами ринулись собирать ягоды. Обнаружили целую поляну брусники и голубики. Клюкву мы уже объелись. Ого, покажи. Ничего себе. Ну, щечка. Вот это вкусно. Смотрите, на наших летят птицы. Курови сюда. С другой стороны. Вон они. Это журавли. Журавли? Да, они же курлы. Это звук своеобразный такой. Курлы, курлы. Ну что, солнце зашло. Наш подход подходит к концу. Да, солнце зашло. Мы еще не дошли. Совсем скоро мы уже выдвигаемся домой. Надеюсь, это было очень увлекательно. Для нас так точно. Мы дошли до суши. Ура! Ну-ка, лайки, подписывайтесь. Жмите на колокольчик. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Продолжение следует...